привет я дарья поздняк сегодня у нас первый урок нашего курса сегодня мы рисуем положение фаз и так погнали сначала легкой линии я намечаю основную форму немножечко намечу и начну вам рассказывать центральную линию вертикально рисую всегда симметриями с одной стороны что-то нарисовала и сразу же рисую это с другой стороны лица относительно вот этой вот линии которую мы провели вертикальный делаю легкий набросок я рисую маркером чтобы вам лучше было видно а вы можете рисовать любым материалом на ваше усмотрение и так я всегда вам советую сначала делать легкий набросок и только потом уже углубляться в детали потому что иначе вы нарисуете где-то один глаз полностью прорисуете остальное не сделаете композицию уедет в бок или вы не сможете выдержать симметрию ли вам нужно будет потом что-то уменьшить что-то передвинуть а у вас уже сильно проработан рисунок поэтому лучше сначала сделать набросок и так я сделала набросок теперь буду более подробно прорабатывать и вам рассказывать смотрите значит у нас в портрете есть основное правило портрет делится на три части смотрите . начала роста волос и брови это одна треть от бровей до кончика носа это 2 3 и от кончика носа до подбородка это 3 3 желательно чтобы эти расстояния были одинаковые в принципе у большинства людей действительно по пропорциям они одинаковые бывают редкие исключения но сейчас на первой стадии рисования обучения вам лучше рисовать все-таки учитывая это правило потом когда вы уже будете более профессионально работать и захотите усилить какие-то индивидуальные черты человека вы уже сможете с этим параметром играться но сейчас мы изучаем классику и так эти расстояния мы проверяем теперь я прорисую немножко более подробно брови намечу и буду намечать глаза не волнуйтесь я сейчас вам все расскажу просто нужно сначала сделать легкую наметку легким материалом чтобы я могла вам дальше рассказывать легкий набросочек так в принципе этого достаточно и так смотрите давайте начнем с носа у носа есть вот эта поверхность которая к свету обращена есть две боковые поверхности которые идут вот так под наклоном и есть третья поверхность вот здесь которая тоже идет под наклоном давайте чтобы это было вам более понятно я их сейчас закрою тоном если маркер будет сильно скрипеть я наложу на это место музыку не пугайтесь и вернусь в тот момент когда нужно будет продолжить рассказывать вот смотрите мы закрыли боковые поверхности носа тоном теперь мы также тоном закроем вот эту поверхность которая от нас тоже отвернута в данном случае свет у нас как бы светит в лицо модели немножечко сверху поэтому поверхности от расположены отвернута как бы они тоже будут в тени как вот эта поверхность то есть немножко сверху значит все горизонтальные поверхности будут в тени поэтому эти поверхности я тоже могу закрыть сегодня мы не добиваемся какого-то идеального рисования идеального сходства какой-то чистоты рисунка мы просто изучаем положение фаз его пропорции особенности и каким образом площадке лица расположены как они отвернуты одна относительно другой так мы закрыли по площадке которые отвернуты от света под бровями в этой же плоскости мы закрыли площадку под носом и давайте в этой же плоскости мы закроем площадку под губами она тоже отвернута от света теперь теперь давайте будем перейдем глазам я вот вам сразу радужки закрашу что вам было лучше видно возьму более темный цвет если вам удобно вы можете рисовать карандашом или мягким материалом или чем хотите желательно чтобы просто у вас было два цвета или два тона более светлый и более темный мы сначала работаем более светлым и по степени продвижения рисунка мы переходим к работе более темным смотрите вот закончилось основание нашего носа подробнее о частях лица будет других уроках так что не волнуйтесь если вам хоть информации не хватит сегодня мы все-таки изучаем положение фаз и как распределяются детали нашего лица на листь на лице но более подробно с разных аркуса глаза нос и губы и так далее мы будем изучать на отдельном уроке так что не пугайтесь но тем не менее на основные моменты я вам должна обязательно указать значит вот основание нашего носа и вот слезнячок слезнячок никогда не будет наезжать на основание носа это просто невозможно обязательно будет расстояние хоть небольшой от слезнячка до основания носа иногда даже довольно большой так что я ставлю слезнячки рисовать лучше сразу симметрично если я нарисовала что-то с одной стороны лица это же сразу дублирую на второй линию роста ресниц верхние века где растут ресницы можно сразу прорисовать довольно толстой линии эту линию можно рисовать полностью по всей длине зрачок сразу же можно посадить зрачок зрачок желательно желательно чтобы зрачок касался этой верхней линии а рост ресниц тогда взгляд будет более естественный а теперь переходим к основным моментам что нельзя делать в глазах в рисовании глаз вот эту линию верхнего века нельзя взять и полностью вот так прорисовать по всей длине это упластит сделать более плоским глаз обводочным и мы уже не сможем в объем это увести никаким образом не сможем с этим поработать что можно сделать делать какие-то определенные отрезки не всю длину мой любимый прием это сделать небольшую линию вот здесь не доводить ее до края сразу же рисую симметриями помните да так дальше нижняя века вот эту линию тоже не желательно вести сплошняком темным цветом если вы рисуете несколькими цветами лучше нарисовать это до более светом цветом потом мы вот тут намечаем толщинку нижнего века который развернута к свету и вот здесь намечаем высоту нижнего века это тоже нежелательно до конца вот сюда вести иначе будут мешки под глазами значит с этой стороны мы тоже также намечаем толщинку верхнего века и намечаем границу нижнего века это нижнее веко мы не тянем на всю длину можем это залить вот так тоном чтобы он лучше было видно но это я вам делаю только чтобы лучше видно и лучше понятно то есть вот сюда вот не доводим ничего темного это я вам просто чтобы был более подробный рисунок и чтобы хорошо на видео читалось так пока глаза подсыхают нарисуем нижнюю площадку носа смотрите вот здесь я еще раз вам покажу значит верхняя площадка носа в зависимости от формы носа вот эта форма может немножко меняться но принцип остается все равно всегда неизменным что вот эта площадка повернута к свету а вот эти две боковые площадки от света как бы начинают под углом уходить и эта площадка тоже как бы уходит вниз так вот здесь наметим ноздри вот эти линии тоже не обязательно доводить вот сюда до конца здесь наметим ноздри так глаза пока еще не высохли давайте тогда брови нарисуем рисуем брови симметрично вот эта часть брови всегда потолще вот это всегда потоньше и следите за формой брови у человека которого вы рисуете вернемся глаза вот эту часть я могу подчеркнуть здесь тоже могу толщинку подчеркнуть и вот это могу подчеркнуть но не забывайте что эти все три линии я не поведу вот сюда иначе у человека под глазами будут синяки здесь также можно поштриховать сейчас мы с вами на всех поверхностях которые вот так отвернуты от цвета мы немножко поштрихуем здесь также я вывожу все все то же самое что с этой стороны радужку можно вот так наметить и под брови вот это тоже от ворот от цвета мы тоже можем поштриховать смотрите как бы вот здесь штрих он будет как бы продлевать визуально вот эту линию но мы ее линии не замыкаем то есть она как бы у вас на рисунке все равно будет получаться неважно каким материалом вы работаете то есть если вы работаете красками у вас там будет смена оттенков смена тональности разный мазок здесь там один мазок здесь другой мазок самое главное что не прорисовывать именно линию понятно что вы как-то будете работать с этими плоскостями потому что века она повернута к свету одним образом а то что под бровью она от нас отвернута цвета и все равно вот этот стык поверхности он будет я вам именно говорю про вот эту вот линию неудачно так поштрихуем под вторым глазом и поштрихуем вот здесь нос отвернут в той же плоскости что поверхность под глазами давайте теперь губы нарисуем смотрите у губ тот же принцип вот эту верхушечку центральную можно нарисовать вот это тоже и уголочки обязательно вот здесь замыкать не обязательно и нижнюю губу серединочку можно прорисовать края замыкать не обязательно центральную линию я люблю прорисовать центральную линию но следите за ее изогнутостью у каждого человека она своя и сразу же под губами у нас идет вот такая теневая площадка которая всегда в тени но при таком освещение которое мы выбрали и мы также можем сразу ее заштриховать верхнюю губу мы сразу же уведем в тон немножко маркер так и давайте теперь пройдемся по границам лица рисуем мы симметриями помните да с одной стороны нарисовали с другой стороны нарисовали если даже вам кажется что чека кривое лицо увидите какие-то изъяны все равно старайтесь рисовать его довольно симметрично старайтесь делать это симметрично так уж и ухо по высоте будет равно той же трети что вот здесь я вам рассказывал значит смотрите еще раз от начала роста волос до брови от брови до кончика носа от кончика носа до подбородка и эту же высоту мы берем как высоту уха намечаю два уха сразу же одинаковых симметричных в основании шеи лежит цилиндр эллипс из которого эллипс из которого идет цилиндр и вот здесь еремная ямка так сейчас я залью все боковые стороны лица тоже розовым маркером значит у лица как и у носа тоже есть поверхность которая направлена к свету средняя есть боковые которые от света отвернуты сейчас мы если маркер будет скрипеть я на некоторое время отключу звук не волнуйтесь и вернусь тот момент когда нужно будет на продолжить рассказывать так хорошо лицо мы сделали то же самое у шеи у шеи есть средняя часть повернутая к свету и есть две боковые которые отвернуты мы точно так же пока вы закрываем тоном давайте также увидим волосы тоном чтобы лучше пятно у нас набросок смотрелся итак что у нас осталось можно здесь как-то помоделировать прическу но это не обязательно проверяем уши чтобы они были более-менее симметрично на одном расстоянии ошиблась так хорошо и давайте еще раз пробежимся обязательно обращаем внимание на вот эту треть раз два три и в эту же треть должно попадать ухо от основания до бровей одна треть от бровей до кончика носа вторая треть и от кончика носа до кончика подбородка 3 3 еще можно поштриховать губы так как они тоже отвернуты от света вот ваше домашнее задание нарисовать 5-10 портретов вас разных людей мужчин женщин с разными чертами лица любым материалом на этом все с вами была дарья поздняк до встречи на следующем уроке